всем доброго времени суток здравствуйте на улице был дождь сейчас нет у меня очень сильно несет на рынок что я бегу на рынок ночью был дождь у нас видите травка зеленеет крапивка растет но я все равно рыбу меня не сегодня прям так тянет на рынок так хочу вам показать сумку мою новую старую сумку не умею это мне полина прислала из ирландии бабушки прислала я у неё джала поменялась на тележку с колесиками купила и ногу что хочу сказать про поводу полины полина там уже два месяца если кто не слышал она уехала туда потому что там прохладно потому что просто хотелось поменять локацию и у нее там кстати живет молодой человек не живет а тоже эвакуирован но он из донецка как спросите как туда переехал очень долго добирался через россию через москву у него папа живет москве хотя он украинец вообще с головы до ног он все равно за украину ну просто он компьютерщик он ну знаете как не может воевать боится воевать все не все могут идти на войну правильно но это вообще ужасно что было сегодня ночью не знаю мои собираются домой я переживаю конечно же с полиной все хорошо им тоже иногда привозят секонд-хенд давайте сменим просто тему и вот один раз она нашла вот эту сумку мне умею она сомневалась настоящая она не настоящая сумочка настоящая ну конечно нож на не сильно ношена не сильно заношена у нее нет потертости единственное что в районе замка там где проворачивается ключик есть кожаные вставки и вот они чуть-чуть потерлись единственный такой самый заметный износ так я на рынке хора болтать не осмотреть что там есть очень надеюсь хоть что-то если будет потому что посмотрите на очень мало потому что мокро хотя днем дождя не должно быть и сейчас очень тепло после дождя стало найти как я иду в курточке в свитере мне жарковато овощи фрукты есть думаю это не факт вот смотрите как красиво осень все такое желтое все потихоньку раскладывается не знаю вот этот вроде выкладывает или вы складывает я не пойму одежду а нет выкладывает вот ставят зонтики ну потому что все нужно работать торговать а дождь а дождь здесь если идет он очень сильный не знаю пусто а я собиралась на этот рынок еще с воскресенья что-то как-то и расстроилась последнего поезда на этот секонд-хенд думал ладно пойду на свой все аккуратненько пересмотрю пришла ничего нет не знаю тут раскладывается 1 но там мало когда что бывает хорошего вдруг штаб подальше все-таки те приехали мои ну как видите рынок почти пустой к сожалению сейчас посмотрим что выкладывает так не средний секонд-хенд выкладывают а последний как я люблю нет последнего нет ну порой все здесь может найдем очень нужны шарфы и платки какие-нибудь хорошие фирменные но пока я здесь ничего такого не живут то что это такая постелка на место это уже немножко другая лежит близок близится новый год рождеству начинается такое тематическое появляется а и а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 даже не стрелочка как такая зашитая стрелочка вот и на одном на одной из брючин что они не знаю как сказать вот такая вот резиновая вставочка спорт вот такие лосинки тоже постараюсь конце видео показать их на себе если получится вот такая вот красота далее ну по поводу секонд-хенда это все я хочу еще похвастаться ботинками которые я купила денису давайте скажу сразу что мои все равно еду домой мама и дениса объясню почему не потому что там я и хочу побыстрее отправить домой а потому что денис у нас имеет проблемы денис скучает за папой денис очень хочет вернуться домой ему в италии не нравится и у него бывают такие знаете скажем приступы истерические скажем так мы его нам очень тяжело его остановите поэтому мы сделали вывод что лучше съездить домой и может быть вернется обратно а можно побудет пока там но посмотрим как он будет не хочу ничего заказать загадывать мы все переживаем все боимся все на нервах ну тем не менее съездить они хотят когда вернуться не знаю тем более у дениса нет проблем с возвращением в италию потому что он уже граждане скажем так имеет первое суде саджо вновь италии и она мама естественно приезжает ко мне в гости да давайте это краткое вступление я купила денису ботинки вот такие вот ботинки timberland спросите сколько я за не заплатила я не заплатила 27 евро не считая доставки я девушка хотела 30 я попросила за 27 она скалуке если ты купишь сразу да я купила и заплатила быструю доставку потому что мне нужно было побыстрее а вот такие вот ботинки сорок третьем размере в идеальном состоянии внутри они вообще просто какие-то новые нигде нет никаких не потертостей не единственное одном из ботинков вот видите будут видно по краю это считаю ерунда в основном в остальном ботинки замечательные кстати они с фирменной коробочкой вот такой вот timberland я считаю ботинки timberland это отличный вариант на зиму тем более эти ботинки утепленные в крайнем случае они великоватые специально купила ему 43 на размер побольше чтобы сюда можно было вставить в крайнем случае теплую стельку или одеть обычный шерстяной носок ну не знаю посмотрим как они будут носиться он вообще у меня муж мой массе маха очень любит timberland и уже не первые ботинки обычный классический тему он покупает и носит ну конечно в италии не такая зима как в украине но тем не менее он доволен также я хочу похвастаться зонтик в нем глупая конечно приобретение но тем не менее таких зонтиков никогда не видела не массе мы сработали зонтик а вот такое враждебное чудо техники что в нем обычно но зонтик как и зонтик до обычная трость но ему прикручена вот такая вот пластиковая упаковка и то бишь смотрите когда идет дождь когда вы открываете зонтик вы вот так вот собирает эту пластиковую штуку и открываете зонтик и он голубой видите какой красивый а сверху он серебряный а потом когда вам нужно куда-то зайти до какое-то помещение чтобы не капала с него вода вы просто эту пластиковую штучку пластиковый футляр скажем тогда одевайте обратно на зонтик кстати очень удобно сейчас я буду ходить хожу с ним мне нравится достаточно легкие достаточно ну не компактный конечно тем не менее с ним удобно вот похвасталась вот такой вот штукой и последняя на сегодня эта сумка давайте вам покажу поближе сумку мил мил который прислала мне полина им тоже иногда приносит секонд-хенд и она говорит мам я зашла а там с вещами и сумками лежала сумками умею знаете как я сказал своему мужу не умею что такое я не знаю такого ну может некоторые не знают но тем не менее фирма достаточно дорогая и кстати по моему миу миу не ставят номера на сумках гучи да там шанель до луи виттон да но не у него нет я пересмотрела кучу видео присмотрела кучу сумок такого плана я не нашла ни в одной сумке номера но никто не показывает номер таким сумкам я думала что сумочка оригинальная больше чем уверенно почему-то давайте вам покажу она темно-синего цвета хотя если кажется черная самом деле на темность такой черниль на синий цвет вот сзади такая амблема миу миу спереди миу миу и внутри на кармашке кстати подкладка здесь тоже соответствующую оригиналу такая тем черная плотный атлас такой даже немножко прорезиненный один кармашек здесь внутри все сумочка достаточно большая как вы видите есть короткая ручка и длинная ручка из дефектов дефекты конечно есть во-первых видите немножко поломанное дно конечно уже дно не держит форму это раз а во вторых вот в районе замка есть потертости но сам замочек немножко потерт вангильная думаю и вот видите сверху замочка тоже немножечко потерто . кожа подралась в принципе это не критично это незаметно вот единственно подумывая может отнести ее к мастеру какому-нибудь сделать себе дно пожестче чтобы держала форму хотя в принципе и таком виде она смотрится неплохо я поношу потом посмотрим вот такая вот сумочка мне прислала ее полина в общем то на этом все давайте переходим к примерке ну вот в общем то мой такой вот вид домашний пока я в этих лосинах хожу по дому сейчас вам приблизил при приближу вот такие они это дешевенькие лосины я купила за 3 евро даже не знаю какой-то бренд какой-то вот это вот спортивные лосины фирмы марк кайн вот так они выглядят очень нужно идти спортзал я уже не очень хорошо выгляжу скажем так ну в общем такой вариант так заодно вам сниму видео как я в этом пуховике толстом страшном некрасивым как некоторые написали мне пуховиком нравится повторюсь я довольна вот так выглядят мои резиновые сапоги а это кто помнит мое серое платье которое купилась на секонд-хенде тоже винтажная сейчас я вам покажу его кстати надо снять вот эту вот фигнюшечку сверху вот она сейчас я вам покажу платье вот ну конечно немножечко она маловато в районе живота но надо что-то с этим делать конечно а так платье очень красивая шерстяное длинная обалденная довольно что купила 5 евро и всего делов то это все всем удачи хорошего настроения до новых встреч пока